Как всегда, общаемся с вами, ребята, с нашей... Сегодня с нами чашечка кофе, и она с вами, и с нами сегодня не просто так. Ребята, чашечка кофе уже не работает. Сил нет, кофе не дает энергию, кофе не дает тебе возбуждения, бодрости, прочие другие условия, при которых кофе, да, вот, спасение. Или кофе работает минут на 10-15. Вот почему так происходит, да, почему кофе прекращает работать, и сегодня мы с вами обсуждаем вопрос отсутствия энергии, отсутствия сил, отсутствия фокуса, отсутствия... Вот вы все помните, да, вот это вот выражение, вот. Было же раньше, так как вот, да, вот, был, вот, больше энергии и сил, а сейчас к середине дня не успеваю проснуться, а после обеда и, в принципе, засыпаю. На сон не хватает и 12 часов, и все время какая-то усталость, все время там слабость, все время какое-то головокружение, плохо работает от головы до мышц, невыносливость. Ну, короче, вот такая история, когда ты просыпаешься, у тебя на твоей батарейке, там, 10%, да, вместо 100%. Ребята, сейчас мы с вами разберемся с такими вопросами, которые будут влиять на вашу энергичность в течение дня, начиная от щитовидки до железнодефицитной анемии, от гипоксии мозга, где вам не хватает кислорода, до дефицита витаминов, от классических историй переизбытка кортизола и стресса в вашем организме. В общем, все, что нужно знать относительно того, как поднять количество вашей энергии и количество вашего фокуса, и улучшить все ваши показатели производительности, не полагаясь только на один кофе, а сейчас будем делать в прямом эфире. Как всегда, вся эта информация к вам приходит из нашего замечательнейшего проекта «БГ-марафон», который уже очень много лет помогает людям со здоровьем, с долголетием, с количеством энергии в этом случае, и такое количество анализов, которые я разобрал за все эти годы, просто не могу держать в себе, естественно, всю эту информацию. Еще раз, разбирая анализы, по вот таким жалобам мы видим стандартные показатели в гормонах и в субъективных жалобах людей, которые нужно вот коллективно собрать такое видео, ребята. Все это практика, все это работа, еще раз, с живыми пациентами, которые проходили наш замечательный курс «БГ-марафон», в котором мы им смогли помочь, и сейчас я сделаю на это видео, которое, я уверен, и вам тоже поможет. Дома у себя самостоятельно вы можете уже сегодня начать работать по увеличению количества энергии и не полагаться на всякие стимуляторы и разного рода, значит, шокеры вашей центральной нервной системы, которые на 10 минут вас разгонят, а дальше сделают еще хуже. Поехали. Эх, хорошо. И, ребяточки, ну, смотрите, какая штука. Первая история. Низкий уровень кислорода в крови. Значит, низкий уровень кислорода в крови – безумно распространенная история. И почему, может быть, низкий уровень кислорода нам тут разные истории предлагают с вами? Значит, когда мы меряем сатурацию кислорода, и когда мы наблюдаем дефицит непосредственно главного для вашего мозга, категорически, то есть самое чувствительное вообще, что может быть, это количество кислорода. То есть когда падает, и в идеале иметь 100%, 98% сатурацию, ну, часто мы видим, вот здесь смотрите, критическое состояние ниже 90. 90-94 – это гипоксия, требует профилактики. 95-100 – это норма. Я хочу, чтобы у вас было 98-100, вот где-то там. 95 – это прям крайний-крайний-крайний момент. Когда мы говорим 90-94, вы уже чувствуете головную боль, вы с которой просыпаетесь. Вы уже чувствуете отсутствие нормального фокуса. Ну, потому что мозг к этому безумно чувствителен. Безумно чувствителен. То есть мышцы ваши, да, они требуют кислород, но они еще хоть как-то справляются, но мозг первый начинает отключаться в этом плане. Другого формата, как, да, начать наполнять кровь кислородом, не существует. И здесь мы можем несколько историй. Посмотрим, что нам предлагает стандартный, значит, протокол. Как увеличить сатурацию кислорода в крови? Интересно, чего советуют. Делайте дыхательную гимнастику. Согласен. По Виму-Хофу, вот здесь Вим-Хоф-метод у меня, книга замечательнейшая. Дыхание по Виму-Хофу. Глубокое дома на диване. С задержкой с последующим, непосредственно на выдохе. Мощнейший инструмент по увеличению кислорода. Консатурации. Пожалуй, наверное, один из самых мощных борцов с забеднением кислорода и одновременно с болезнью. Вот болезнь, вот что угодно вы можете себе сейчас, да, продиагностировать в плане, там, грипп, ковид, скарлатина, я не знаю. Нет такой болезни, которая выиграла бы от 100% насыщения кислорода. Чем меньше кислорода в вашем организме, тем бойко более болезнь будет прогрессировать. Потому что ваша центральная иммунная система нуждается в этом кислороде. Чем больше кислорода, тем меньше болезни. И об этом Вим-Хоф тоже очень много говорит. И я вас очень прошу, заболели? Еще раз, вот книга. Или просто написали, значит, Вим-Хоф-брифинг-техник. Значит, смотрите. Вот здесь у нас есть сопроводительная гимнастика. Вот здесь вот он, вот он с вами. Вдох-выдох. И вдох, и выдох. И вот если вы напишите Guided Wim-Хоф-метод-брифинг. Вот, да. Guided Wim-Хоф-метод-брифинг. Вы сможете с ним на английском. И на любой язык есть перевод. Продышать. Три сделать. Подхода, который значительно увеличит количество кислорода. Значит, естественно, мы... Тут написано, да, третий формат. Как увеличить количество кислорода, отказаться от курения. Но мы эту дурь даже не воспринимаем. Да, то есть мы, естественно, понимаем, что если мы здесь с вами собрались, мы здесь все с вами ради здравого смысла, да. И, ну, если вы пришли на курс по улучшению своего финансового состояния и финансовой грамотности, то я думаю, что одним из пунктов, как увеличить свое состояние финансовое, не должен быть не поджигайте ваши деньги спичками или сжигайте их в костре, да. То есть, ну, логично же, да, что... Ну, если ты хочешь быть богатым, деньги не нужно сжигать. То есть, ну, не нужно, да, эту дурь писать. Если нам пишут, бросить курить, если задача стоит увеличить количество кислорода. Ну, да, как бы, с точки зрения логики, это окей. Но точно так же, как в некоторых штатах Америки, есть обязательное указание при покупке микроволновой печи не засовывать кота в микроволновую печь и не включать в микроволновую печь с котом внутри. Или не включать стиральную машину и не давать ребенку залазить вовнутрь. Ну, то есть, такие какие-то дебильные истории, знаете. Ну, как бы, озвучили, хорошо, понятное дело. Почаще бывает на свежем воздухе, пейте больше воды, ешьте продукты, богатые железом, устраивайте себе курсы кислородотерапии. Короче, что увеличивает количество кислорода по-настоящему в вашем организме? То есть, вот какие добавки могут увеличить концентрацию? Первое, это витамин К2, который прекраснейшим форматом работает, витамин К2, маркировки МК7. Второе, это ваш, значит, хлорофилл, это хлорелла и это спирулина. Любая из этих историй, хлорофилл, хлорелла, спирулина прекраснейшим форматом будут увеличивать количество кислорода в вашем организме. Это рыбий жир, жир печени трески или любой другой омега-3, формат, который будет для вашей крови незаменим. Еще раз, у нас омега-3 может быть из масла криля, у нас может быть омега-3 из льняного масла, у нас омега-3 может быть из жиропечени трески, все равно, откуда вы ее берете. Омега-3 должна быть, она помогает, это ненасыщенные жирные кислоты, которые помогают тебе разжижать кровь, наполнять ее кислородом. Это простейшие добавки, которые не требуют никакого рецепта, вы можете их брать хоть каждый день, главное берите их в достаточном объеме. Значит так, низкий уровень кислорода мы обсудили с вами, как первая история, из-за которой гипоксия мозга, у вас нет сил, нет энергии, вы устаете и прочая другая история. Следующая история – это инсулиновая резистентность. И инсулиновая резистентность, ребята, это суперважная история, вы воспринимаете вот этот вот ключик, да, как инсулин, который открывает калиточку в вашей клетке, и эта калиточка, открывшись, позволяет глюкозе попасть в клетку, это относится к любой клетке в организме. Вот эта вот резистентность инсулиновая, это своего рода, представьте, что у вас не один ключик, а 100 ключиков. И каждый из них пытается попасть в эту дырочку, значит, и по итогу ни один не попадает. И вот это вот классика. Значит, смотрите. Вот это вот ваше питание вашей клетки. Да, очень утрировано. Кислород, глюкоза и питание, которое ваш кровоток несет к вашей клетке. Еще раз, в этом случае клетки мозга вашего. Или клетки мышц. И когда вот этих ключиков очень много, мы не можем открыть дверку и питание не может попасть, значит, в клетку мышцы или головного мозга. Из-за чего это питание в виде глюкозы должно куда-то быть отправлено? Отправлено, ну, может быть, только в одно место. Это место называется жировые депо. Так как там бесконечное количество сториджа, так сказать, хранить место хранения. То есть вы едите. Продуктов слишком много, которые требуют большого количества инсулина. Этот инсулин к себе вызывает резистентность клеток. Отправка инсулина в жир. Снова хочется есть. Снова слабость. Снова головокружение. И снова ты ешь больше калорий, чем тебе нужно. И 85% этих калорий уходят в энергетические склады. На склады, на склады, еще раз на склады. И получается, инсулиновая резистентность очень пагубно влияет на работу твоего головного мозга, что вызывает по итогу диабет внимательно третьего типа. То есть если у вас инсулиновая резистентность, то диабет третьего типа, ребята, это сахарный диабет третьего типа. Это очень важная история. Смотрите, диабет третьего типа, это инсулиновая резистентность клеток головного мозга, которую мы с вами сами наедаем. То есть много глюкозы в вашей крови, из-за чего много инсулина, из-за чего мы только что с вами обсудили, будет резистентность к этому инсулину. И питание, не попадающее в клетку, и в этом случае клетку коры головного мозга, вызывает со временем вот эта вот инсулиновая резистентность запущенная. В теле увеличивается объем жира, мышцы слабые, нет сил, нет выносливости и прочей другой прелести. Которую вы привыкли чувствовать. А мозг ваш, понимаете, мозг ваш, он не получая кислорода питания, начинает адаптироваться. И мозг ваш адаптируется к отсутствию питания и кислорода на фоне инсулиновой резистентности только одним форматом, который ему доступен. Начинает развиваться деменция у вас. деменция это не только возрастная история. Мы сейчас видим, да, вы смотрите, проблемы с памятью, кто из вас испытывает? Значит, хуже справляться с делами, которые раньше удавались легко. Испытывается проблема с речью, когда ты забываешь, не можешь подобрать слова, у тебя ход строительства предложений, когнитивные функции начинают падать. В 30 я уже вижу сейчас эту диагностику сплошь и рядом, когда ребята это ну я вот эта вот история, да, теряется значит, во времени и в пространстве, обвиняет близких людей в воровстве, значит, переспрашивает одно и то же много раз, кладет вещи в несвойственные места, путается между объектами и предметами, испытывает частые перемены в настроении, выпадает в депрессию, апатию, теряет интерес к жизни. Есть стадии более запущенные, более возрастные, есть стадии, которые у нас с вами свойственны даже в самых ранних возрастах и мы видим это даже еще раз, в 30 с небольшим, которые в 40 с небольшим еще хуже и в 50 уже у нас полноценная деменция и дальше у нас может запросто развиваться в этом плане и Эльцгеймер и прочие все замечательные вещи. Смотрите, ваша святая обязанность, другого нет абсолютно. Если тебе пофигу на себя, большинству людей пофигу на себя. Если у вас есть внуки, если у вас есть дети, если у вас есть какие-то друзья, то есть если вам кто-то дорог, отталкивайтесь от этого. Самый такой запоминающийся мне случай диагностики моей работы с пациентом с Эльцгеймером вот сидит человек дистанционно мы в ПГ-марафоне со всеми работаем дистанционно уже очень много лет и вот в группе у меня сидит человек в чате и вот записывает мне сообщение и этого человека привели дети его и он при помощи дочери проходит ПГ-марафон и она ему помогает включить функцию диктовки сообщений и человек пишет он говорит я не знаю кто вот эти люди которые меня окружают а рядом дочь сидит и она плачет но говорит я знаю ну одно что я люблю 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 этого человека да вот и кто эти люди там заходят муж дочери внуки я не понимаю кто это но я знаю точно что вот люблю их это грустно когда кластеры памяти проваливаются в твоем мозгу и ты забываешь фундаментально ради чего мы вообще посланы на эту землю да оставить после себя детей и мир лучше и ты забываешь вообще целые эпизоды жизненные и вот это можно предотвратить даже если тебе пофигу на себя еще раз подумай о своих близких в плане того что дети внуки близкие жены мужья там коллеги друзья нужно изменить систему питания если ты ее не изменишь деменция это то куда ты отправляешься это вот туманная такое туман войны в котором ты ничего не понимаешь ничего не видишь и ты вот как физический объект есть но как вот там мимо вообще то есть ну стирается все и тут я всегда особенно к мужчинам на женщин хуже работает история вот насколько ты эгоист что ты ешь пьешь куришь выпиваешь там много углеводистого что ты влетаешь да вот в этот метаболический синдром и ты уйдешь из жизни раньше и не сможешь заботиться о близких ну на некоторых женщин тоже работает но особенно мужчины такие как это так я там значит не могу там сдать позиции хоть мне и хочется есть пить и в прочем ключе не буду этого делать потому что хочу заботиться о близких и родственниках для девчонок работает да ну тоже другая мотивация немножко и хочется чтобы вы понимали что деменция и альцгеймер и профилактика проблем с работой головного мозга она стартует с самых ранних возрастов с культуры питания чем меньше углеводиста чем меньше инсулина тем меньше инсулиновой резидентности клеток головного мозга тем меньше шанс что у тебя появится эта лидия мердеменция и прочие другие замечательные прелести которые уничтожат твою жизнь очень просто что есть когда есть мясо рыба овощи орехи семена сыры продукты с инсулиновым индексом ниже 25 у меня есть видео прекрасное что дает периодическое термальное голодание Алексей Ворон можете посмотреть его но оно того стоит ребята дожить до 100 лет и быть в трезвом уме рассудке и при памяти это важно и количество энергии сил и еще раз низкий фокус из-за инсулиновой резидентности клеток головного мозга это прекрасный показатель того что стоит уже задуматься и начать что-то менять потому что в противном случае ты влетаешь в эту беду с работой головы твоей следующая история по поводу отсутствия сил энергии гипотириоз набор веса сильное выпадение волос мышечная слабость апатия отсутствие аппетита увеличение веса сбой работы ЖКТ утомляемость зябкость мернут руки ноги рассеянность замедленная реакция высокая отечность и низкая либидо это классические симптомы гипотириоза когда у нас Т3 очень низкий и сил энергии просто нет батареечка даже нарисована гипотириоз мы с вами разбирали на днях историю с щитовидкой смотрите очень важна здоровая печень с вашим гипотириозом здоровая печень это тотальнейший приоритет потому что в ней конвертируется 80% Т3 из Т4 и 20% конвертируется в почках и вот только пару дней назад я делал очень скажем такое глобальное видео по поводу вашей щитовидной железы вот здесь пожалуйста на днях Алексей Ворон здоровая щитовидка раз и навсегда если щитовидка это про вас я очень прошу вас спасите себя этот ролик вам действительно поможет очень хорошо так вот гипотириоз если простыми словами то здесь ребята простой формат чистки печени опять же который возвращается своими истоками к предыдущему совету лечить метаболический синдром расторопший утром да йод селен и цинк помогают поднять Т4 быстро достаточно если вы залезли на эутерокс как с него слазить опять же отдельный ролик я только делал сейчас пожалуйста посмотрите низкое количество энергии из-за вашего гипотириоза это очень распространенная беда и если вам прописали тироксин вы на пару месяцев может быть почувствуете облегчение но дальше это ступор это ни при каких обстоятельствах не будет решением по-настоящему вопроса решение гипотириоза гормонами это игра в одни ворота ты по-любому по-любому сто процентов проиграешь ты не можешь выиграть на гармоне тебе пожизненно его придется пить постепенно он будет повышаться в своей дозировке и постепенно будет портить тебе качество жизни и ты сто процентов проиграешь как с этим бороться только что он показал ролик который вам поможет очень хорошо так железодефицитная анемия это одна из моих любимых тем и анемия у нас смотрите симптомы анемии слабость усталость изменения ногтевой пластины трескающиеся губы сонливость боль в сердце хрупкость волос сухая кожа бледность классические симптомы анемии причины первые у нас с вами нестабильная диета мало продуктов содержащих железо у нас низкий пэш в желудке в плане переваривания способность пэш должен быть полтора если пэш выше чем 2,5 вы не будете усваивать железо и вы будете в анемии то есть яблочный уксус с едой и классическая потеря крови чаще всего потеря крови после родовой деятельности или при травмах переливания могут быть показаны но если у вас анемия в которую вы влетели без травм переливаний которые не состоялись или родовой активности то вы скорее всего недополучаете железо и у вас кровотворная функция очень низкая видите у нас классическая история с лечением это медикаментозная терапия с приемом препаратов железа прием витаминов бла-бла-бла ребят если у вас пэш в желудке значит недостаточных пэш стамок значит смотрите если у вас пэш в желудке выше чем 3 вы никакие таблетки никогда в жизни не сможете усвоить то есть смотрите у вас вот здесь идет пищевод и в желудке пэш полтора-два чтобы усваивать эти минералы и это железо это категорически важнейшее условие усваивания дальше в тонком кишечнике у нас уже по 7-2-7-5 и его в таком состоянии будет держать пищеварительные энзимы поджелудочные и желчь сама по себе она щелачивающая но желудок обязательно должен быть полтора если у вас анемия обязательно прием пищи любой каждый прием пищи который у вас в принципе может быть это всегда мясо история из области я ем салаты вы же не корова и вы не коза вы не черепаха понимаете и не гиппопотам и не лошадь которая жрет одну траву вы хомо сапиенс человек разумный которому категорически важно потребление там 80 миллиграмм железа минимум в день вы можете получить какое-то количество железа из растительных источников но чтобы получить норму из растительных источников вам нужно сожрать как горилла понимаете этих листьев или как там я не знаю это панда которая жрет по 20 часов в сутки вы не сможете это сделать человек и устройство ЖКТ наше отличается от устройства ЖКТ кролика у кролика очень короткий тонкий очень длинный толстый у кролика PH 4,5 такой же как у коровы такой же как у козы у вас PH 1,5 и у вас тонкий там кишечник гоменирует но толстым у вас должен быть продукт с железом каждый день концентрация железа в 300 граммах мяса больше чем в 3 килограммах зеленолиственных или любых других форматов которые вы можете получить из растительного источника это очень важно это понимать и мне сейчас насыпало один ролик девочка показывает это мой обед и там у нее рукола шпинат авокадо не хорошие ингредиенты я смотрю и думаю когда будет мясо она такая а я мясо не ем и я думаю ну окей я понял что ты такая бледная худючая просто как смерть как баба яга просто какая-то и это типа какой-то там ну инфлюенсер который рассказывает о там здоровье каком-то еще там да кто здесь вообще ребята это точно так же как я вам буду рассказывать ребят я тут инфлюенсер такой классный замечательный вы знаете что спорт это плохо заниматься спортом приседать тянуть шагать плохо сидите не ходите не двигайтесь а то суставы а то я-я-я суставы понимаете эта история нельзя есть продукты животного происхождения потому что корове больно и жалко а твою же маму с праздничком когда ты жрешь свои салаты ты не задумываешься что целые семьи кузнечиков и любых других насекомых были вытравлены гербицидами и пестицидами да пестициды убивают насекомых а гербициды убивают любое живое другое что растет из земли чтобы ты могла со свой салат значит с соей значит отведать то есть вот эти вот все соевые примочки которыми наши травоядные братья хомо сапиенс свой рацион значит полнят ребята ну вы же понимаете это же не просто да вот смотрите значит herbicides значит как это все используется ребята значит как это все значит реализовано где-то здесь у меня была такая плачь спадит а хватит уже как обрабатывать растения вот вот сейчас вот тут пять гербицидов нам дядя сейчас покажет какими обрабатывать вот у вас здесь прекрасные значит солюшены которыми видите вот этот гербицид банки вот эти вот видите галлонами они их смешивают они естественно токсичные и вот он тут нам сейчас смешает всю эту историю смотрите все это нальется в один бак такой видите вот у него сзади здесь огромный бак такой стоит в котором он это все смешает с водой и дальше мы начинаем обрабатывать опрыскивать всю эту историю прекрасную и вот например да мы берем с вами о смотрите как это все мешается ну это в таких в домашних форматах в больших форматах понимаете когда идет трактор это все опрыскивает ну это потрясающе умирает все кролики мышки и прочая другая история и мы такие о так мы же зато корову не убили понимаете ну это смешно это на все смотреть железодефицитная анемия причина слабости очень распространенная так теперь бессонница ребята причины бессонницы из-за которой у вас нет сил энергии слишком низкая высота слишком низкая или высокая температура в комнате значит смотрите с низкой температурой спать в принципе окей но только если вы не спите в минусе то есть вот у меня сегодня на улице плюс 6 я вам честно скажу я регулярно сплю у меня на подоконнике стоит здоровенный вентилятор такой я его включаю чтобы он накачивал комнату кислородом вот сегодня плюс 6 точно так же включал этот вентилятор он накачивает просто комнату кислородом я сплю прекрасно в жаре спать самое мерзотное то есть вот да в жаре очень тяжело будет выспаться значит неудобная кровать прочая вся история не спать головой на север вот что важно стрессы накопления кислорода об этом сейчас поговорим что больше всего убивает ваш сон смена часовых поясов там нестабильная диета ребята шум все это фигня на самом деле можно спать и в шуме у меня опять же этот вентилятор шумит как сволочь я сплю с ним прекрасно смотрите самое что здесь толком вам не рассказывают про бессонницу да самое распространенное с бессонницей это усталость коры надпочечников которые идут они вместе рука об руку усталость коры надпочечников это переизбыток кортизола в вашем организме и кортизол который стимулируется корой надпочечников он в твоем теле просто заклинивает работу симпатической стрессовой нервной системы и вот у вас симптомы усталости коры надпочечников вот она видите усталость отсутствие энергии депрессия тревожность бессонница головокружение кофе которое ты хлещешь как воду значит выпадение волос воспалительные процессы в организме потому что отвратительно работает иммунная система холодные руки ноги и ты ешь одну помойку они идут вместе усталость коры надпочечников и много кортизола и бессонница они одновременно то есть лечить бессонницу снотворным и не лечить усталость коры надпочечников бред какой-то усталость коры надпочечников из-за переизбытка кофе опять же кофе кофе, еще раз кофе. Слишком много кофе. Вот у меня это одна чашка, которую я выпью сегодня. Все. Последние несколько недель я больше, чем одну чашку кофе не пью. Максимум в день две чашки кофе это 150-200 миллиграмм кофеина. Если у вас устал от скринпочек, вам ни грамма кофеина нельзя. Большая часть людей потребляют этот кофеин в объеме полграмма в день. Каждая чашка это 80 миллиграмм кофеина. Ты выпиваешь в день сколько чашек? А больше 300 категорически нельзя. Если у вас уже много кортизола, то больше 150 категорически нельзя. Фишка вашего кофеина, он незаметно заходит, залетает. Особенно если на работе и вот этот растворимый кофеечек погоняли с одним, с другим, с третьим, с четвертым, с пятым. И каждый раз чашка кофе на 15 минут дает тебе силы энергии. А дальше вот этот симулятор, который еще раз как кнутом стягает твои надпочечники, кору надпочечников, кортизола до черта, и ты дальше не можешь спать. И получается днем ты не можешь нормально работать, только с кофе работаешь, 5-6 кружек в день, ночью ты не можешь спать, только с снотворным и снотворное это не способ выспаться, снотворное это способ отключиться. Понимаете, какая штука? Как бы немножко криво. То есть убрать полностью весь кофе, 10 тысяч шагов добавить, D3 витамин добавить, B1, B6 и магний перед сном добавить, глицин днем добавить. Это инструменты, которые помогают понижать кортизол. Конечно же, практиковать стоицизм, потому что без стоицизма нет формата в принципе никакого, да, взять под контроль нервы психи. То есть если у вас тревожное расстройство, а у большинства людей тревожное расстройство. Значит, стоицизм, ребята, это мега-мега-мега инструмент, который сохранит тебе твую голову на плечах. Стоицизм, и я вам всем рекомендую читать замечательные книги Райана Холидей. Значит, Райан Холидей. Очень вам советую. Любую книгу, которую вы сможете его найти, значит, вот здесь у нас, смотрите, вот это вот обложечки, тут у меня на английском, на чешском книге. Пожалуйста, они во всех языках есть, в переводах используйте, чтобы не сойти с ума, просто от страха, тревоги, волнения, переживания. Это основные причины, ребята, отсутствия энергии. Значит, основные причины отсутствия энергии, подводим, как бы, общий референс. Это низкий уровень глюкозы и гипогликемия, кстати, которая очень часто встречается, но всегда, когда вы лечите инсулиновую резистентность, гипогликемию вы всегда вылечите. Гипогликемия, низкий уровень глюкозы в крови. Смотрите, это у нас отсутствие энергии, отсутствие, да, вот это вот раздражительность, там сердце начинает колотиться, страхи панические, там все истории. Очень похоже на синдром усталости коренотпочечников, очень похоже тоже на гипотириоз. Оно все друг с другом связано. Если подводить, понимаете, какая штука? Вот не должно быть, о, у меня падает глюкоза, мне нужно съесть там шоколадку-милку. То есть, оно очень пересекается. У вас нет сил энергии, вы можете пойти к эндокоренологу, он вас посадит на тероксин. У вас нет сил энергии, вы пойдете там гематологу, он там вам железо пропишет, или капельницы сделает. У вас нет сил энергии, у вас бессонница, вы пойдете в психотерапевт, он пропишет вам препараты, даст вам какие-нибудь там снотворные или антидепрессанты. У вас в любом раскладе найдется какая-то таблетка от каждого из этих специалистов, которая может сработать, может не сработать. Вы пойдете к следующему специалисту. Но суммарно, если подводить, смотрите вот, чтобы под купол все взять, потому что ну слишком много всего. И хвататься там за щитовидку, хвататься за анимию, хвататься там за депрессию, хвататься... Если у тебя на месте все советы, которыми я делюсь с вами, я очень прошу вас, ребята, пожалуйста, вот если вы хотите под колпак взять все происходящее сейчас из всех этих советов, и вы чувствуете, вы не знаете, какая ваша ситуация, анемия, или щитовидка, или у вас кортизол, что у вас, то у меня есть для вас обалденный совет. Вы можете под колпак вообще взять все, любой сценарий, в принципе работы, но если вы будете вот советами из вот этого ролика пользоваться Алексей Ворон, инструкция по биохакингу. Вот биохакинг и образ жизни выстроены вокруг биохакинга. То есть это когда ты ешь, как ты активничаешь, что ты ешь, как ты пьешь, какие инструменты ты прикладываешь к своему телу, в своей бытовухе, и какой психоэмоциональный баланс ты в этом случае выдерживаешь. То есть это очень важно. Вот этот инструмент с биохакингом, он откроет вам все. То есть я там вам посоветую простые, базовые правила пользования телом, которые понизят вам и кортизол автоматически вместе со всеми советами и повысит вам количество железа, потому что у вас будет рацион нормальный и PH у вас будет нормальным, потому что вы будете пить правильно и вовремя. И тренировки у вас будут, которые выведут из вашего организма от лишнего жира до, опять же, например, для разжижения крови. То есть биохакинг это простейший инструмент, который даст тебе возможность куполом все накрыть. Еще раз, хвататься за таблетку от всей этой фигни, ну, это грустно. Большая часть людей не понимают, что с ними происходит, они идут к врачу и врач, ну, 50 на 50. Он может понять, что с вами происходит, дать вам какое-то лекарство, но он может помочь. Если он с ним поможет, он запрямится к следующему специалисту в мыслях, да, он подумает, ну, может, вам поможет этот. Нет такого, что, как мне пишут, Алексей, вот у меня такая-то жалоба, пора бежать к врачу или по врачам, или в больницу. У людей мысль, что они вот пойдут и где-то есть такой прекрасный дом с замечательным, добрым доктором Айболитом, у которого точно есть таблетка, которая тебе точно поможет. Да ничего подобного. Вы приходите в место, только если у вас там перелом, да, или у вас гвоздь в ноге торчит. Понятно, чего с вами делать. Если вы приходите, вы жалуетесь, ну, черти пойми что, то у вас сначала нужно задиагностировать до дыр, погонять по разным специалистам, выпить полдюжины препаратов, приобрести еще дюжину разных симптомов из побочек, которые вы получаете в ответ на то, что вы просто экспериментируете с тем, поможет вам это лекарство или нет. Или вы можете вот моими советами пользоваться, которые требуют от вас дисциплины, немножко времени, но это действительно сделает вас здоровыми изнутри наружу, ребята. И у вас не будет вопросов никаких с этими, да, значит, ухудшениями в будущем, 100% не будет. Но нужно внимательно подойти к вопросу того, что тебе важно, что тебе нужно. Большая часть народу вообще ничего не хочет. Я вижу, у вас 4 миллиона человек меня смотрит, а подписаны 412 тысяч. В 10 раз меньше вас подписано, чем меня смотрят каждый месяц, 4 миллиона плюс человек, а подписаны 412-413 тысяч. То есть это говорит о том, что люди заходят, а, да-да-да-да-да, спасибо, спасибо, я пойду лучше выпью лекарства, я не буду это делать, мне это слишком сложно, в моей жизни это не вписывается. Я очень хочу, чтобы вы, во-первых, подписывали, ставили пальцы наверх, а, во-вторых, чтобы вы использовали все эти советы, потому что они вам жизнь спасут. Вы можете медикаментозно сегодня маскировать одну проблему, а вас в задницу укусит другая проблема уже на следующий день. Понимаете, какая штука, ребята? И, конечно же, я вас всех жду на уже моей личной консультации в группу, которую я собираю. У меня 50 человек в месяц группа уходит в открытое плавание в рамках нашего курса ПГМарафон, который имеет лицензию Минздрава Учинской Республики, где мы подбираем витамины, минералы, консультируем, разбираем анализы, делаем все очень грамотно уже очень много лет, ребята. И в это воскресенье, прямо сейчас у меня уже подходит к финалу набор. Вы можете еще успеть к нам на 15 сентября. Используйте, пожалуйста, инструкции, как это сделать. Вот здесь вот у меня прямой эфир наш идет. Под роликом описание раскликнули. И вот здесь у вас инструктаж ПГМарафон gmail.com ссылкой на все наши соцсети, что входит в нашу программу. И точно такую же инструкцию вы можете найти в нашем ух ты, пицца замечательном инстаграм. В нашем замечательном инстаграм вы эту же инструкцию можете найти, ребята, первым самым постом закрепленным. Самый первый закрепленный пост в инстаграм. О, пивасик у меня тут. Все мои аватарки, которые я делаю для вас. Вот наш инстаграм. Самый первый пост, ребята. Перевернули. Тут написано старт уже в это воскресенье, ребята. Под видео, под постом здесь инструкции, как нам присоединиться. Можете полистать его, посмотреть отзывы, кто сколько сбрасывает. Бегом давайте, пожалуйста, все те, кто к нам в последний вагон запрыгивает, делайте это, ребята. Вы можете еще присоединиться к нам на грядущий сезон. А я сейчас буду брать ваши вопросы. Еще раз. Здесь я вас консультирую вживую. У вас 4 миллиона, там я беру группу 50 человек всего. Поэтому мы и все пытаемся закрыть, но насколько это представляется возможным вас консультировать здесь. Поехали дальше. Значит, тут разрешены какие-то сигареты смеси CBD. Воняет же, как трава. Воняет, как трава. Да, есть такое дело. На Умад почти год. Значит, дикий голод, усталость, пока не может быть хеликобактер. Может ли по анализу крови определить? Да нет, ну ничего, хватайте за хеликобактер. У вас есть еще куча других историй. Еще раз. Вы едите чисто, красиво, у вас стабильный вес. Вы же еще учтите, что сильный голод у вас может появиться, например, потому что у вас там, или слабость, может плавненько войти в какую-то историю с дефицитом, например, там по той же щитовидке, да, или если у вас было 2-3 обильных менструации, и у вас там железодефицит, например, образовался. Ну такое тоже возможно. Сильный голод обычно, если в ПМС, ну это понятно к чему, мы готовимся к кровопотере. Просто нужно правильно истолковывать эту историю, понимаете. И если вы, например, там недополучаете Д, или вы недополучаете морепродуктов, у вас не будет достаточно йода на грудном. Какие витамины? Д, 3, йод, селенцинк. Д, 3, 4200 йода, 100 селенописицинка пару раз в неделю. Обязательно и мясо, мясо, еще раз мясо. Вы теряете много на фоне кормления. Тело отдает. То есть суперчасто мы видим гипотериоз на фоне кормления и вынашивания. И дальше волосы клоками выпадают, и вас уже на фоне лактации уже садят ваш эндокринолог вас на тироксин. И вам на какой-то момент становится лучше, но потом вы настолько устаете, что у вас сил коляску нет толкать. Яблочный уксус на корневоре можно обязательно без никаких абсолютно проблем. Селен разве не от запоров? Абсолютно нет. Селен это суперкрутой минерал, который категорически важен для вашей иммунной системы, для вашей щитовидки, для улучшения конверсии. От запоров ничего одного нет. То есть понимаете, у вас любая трава, она имеет, или любой витамин, или минерал, она имеет десятки разных форматов воздействия на ваше тело. Это очень важно понять. Десятки разных форматов. Например, та же расторопша, которую я вам всем советую от печени в плане гипотозная, жировая, проблемная печень. Та же расторопша пятнистая, она имеет еще дюжину других классных свойств, которые для вашего организма, ну скажем, всегда будут полезны. Например, расторопша, помимо того, что это классный гипотопротектор, она помогает с очисткой печени на фоне правильной диеты, она еще помогает работать с полипами. Расторопша, например, помогает с вопросами как раз жидкого стула. Расторопша помогает с камнями, ну и прочее другое. Опять же, все это в рамках корректной диеты. То есть, если у вас корректной диеты нет, тут уж никто не поможет. Еще раз, если мы обсуждаем таблетки от кашля, то мы их обсуждаем на фоне отсутствующих сигарет в вашей жизни. Так часто мы видим историю из области, значит, мы подбираем таблетки от кашля, но при этом так и не бросили курить. Так, есть ли разница между расторопшей, молотой и целой? Вообще все равно. Чайную ложку берете шрота или 2-3 капсулы, и это делается длительный промежуток времени. Сколько по времени должен быть гемоглобин при росте? А сколько по норме должен быть при росте? Все равно, какой у вас рост вес. У вас есть норма гемоглобина, там, 12-17. Цельтесь середину референса, не прогадайте. Калий, пудра. Принимать, просто разжевать, просто запить водой, и все, да, вы можете делать это с едой только. Вырабатывается ли гормон роста, если не спал всю ночь? Нет. Только в глубокую фазу сна он будет вырабатываться, и то не каждый раз. Поэтому, когда вы плохо спите, у вас вот это ощущение зомбоящика, понимаете? И вам нужно днем, там, часик где-то прикорнуть. Хлорелла, спирулина, понижаю давление. Да. Какой у вас в среднем пульс при тренировках? Я только недавно вам показывал. В зависимости от тренировки. Например, тренировка ног к медисти доходит. Вчера была, например, тренировка груди 140-150. При плечах тут тоже пытаешься всегда выше. То есть, чем больше мышечная группа, тем больше нагрузка. То есть, например, там с ногами, еще раз, я делаю там 5 подходов приседаний, 6 подходов безубожных каких-нибудь. И потом, если еще остаются какие-нибудь, да, там, жимы ногами. это все можно как бы реализовать за час. Отдых будет, ну, относительно низкий между подходами и, соответственно, пульс там 170-120, 170-120. А, в плечах ты сделаешь там не 9 подходов, как в ногах, а в плечах ты сделаешь там 15 подходов или даже 18 подходов, ну, разных, да, серий упражнений, потому что плечи намного меньше группа мышечная, понимаете, чем ноги. И пульс там до 140 и быстро опускается. То есть, ты можешь после плечей намного быстрее делать. Поэтому более мелкие группы можно с чем-то сочетать и делать одновременно. Так, поехали дальше. Можно ли кето вылечить гайморит? Гайморит, у меня есть отдельный ролик, как это делать. Все любители написать с коленями аккуратнее. Ну, я же 20 лет как-то занимаюсь, ну, послушайте, мне ваш совет, конечно, дорог, но еще раз, я 20 лет в тренажерном зале, 20 лет на спорте, 20 лет занимаюсь и занимался сначала профессиональным плаванием, и баскетболом занимался, и фитнес, непосредственно, и все, что связано с залом, уже 20 лет. Прекрасно все суставы работают, все замечательно. Значит, поехали дальше, работаем. А то каждый раз, как выложишь видео, как ты приседаешь, сразу начинают особо одаренные, и они к вам особо одаренные, но особо одаренные русалочки писать по поводу «О, кудах-кудах, начинают колени проблемы, ты смотришь там у человека с жизнью проблемы, а они тебе пишут про проблемы с ногами за приседанием». Какие анализы сдать при тревожном расспорте? Нарушение сна и писк в ушах. Ну, писк в ушах – это давление и кортизол у вас. Сдайте расширенный анализ крови и посмотрите на кортизол, посмотрите на уровень витамина D, посмотрите на Т3 вашей щитовидки. Вообще, в идеале вам посмотреть ролик о анализах крови непосредственно. Алексей Ворон, анализы крови. Посмотрите это видео. Там прям супер классные инструкции, которые вам 100% будут полезны. Здравствуйте. Аллергия на креветки. Вы без них жить не можете? Или у вас без них там карьера не строится? Да ну и хрен бы с ними, с этими креветками. Забейте на них. Значит, для проблем с хрящами, позвоночными дисками прописали дону в порошке. Для проблем с этими вопросами, господи, для борьбы с этими вопросами, смотрите, вы берете Д3 и К2, потому что они транспортную функцию кальция выполняют. Вы берете кальция, содержащие сыр, творог. Если дополнительно кальций берется, то только в форме цитрата или лактата. Вы плаваете или тренируетесь, если у вас уже есть грыжи, уже есть проблемы, уже есть вопросы, то вы тренируетесь внимательно. С декомпрессионной нагрузкой. То есть, это не приседания со штангой, а, например, подтягивания, тяга блока груди к животу, где вы не даете компрессию на позвоночник. Если вы делаете ноги, то вы, например, в тренажере разгибаете и сгибаете. Это нормально, когда даже есть грыжи и прочее, то есть, оно не задействует. Или, например, вы можете продолжать делать там жимы и делать плечи, только не сидя плечи вы делаете, когда вы сидя жмете, а плечи вы можете делать, например, в ситуациях, когда у вас нет вертикальной нагрузки, там с тренажерами, например, замечательно будет проходить. Тоже вся эта история. То есть, есть форматы, в которых можно подобрать под вас тренировочный график. Вы можете корректно при проблемах спины. Вообще, у меня есть видео о осанке. Алексей Ворон осанка. Я там рассказываю о дисках, о грыжах, о когда в операции тоже советуют вам. Нужно обязательно удалить вот эту грыжу, а дальше вы инвалидом остаетесь. Гиперподвижный ребенок, беспокойный, часто просыпается. Магний слабит, от магния будет слабить. Цитратная форма слабит, это противозапорная. В принципе, не давайте ему эту форму, любую другую форму. Цитратная форма магния слабит, особенно если утром. И не должно быть его много для ребенка, там 4 года будет 250 достаточно перед сном. Ибо 1, ибо 6, там по 20, и магний, любая форма, кроме цитратной, там одной таблетки будет достаточно. Еще раз, очень подвижный ребенок. Что я вижу, да, вот приходит женщина, опять вот на марафон, и говорит, Алексей, можно мои анализы не разбирать, можно анализы сына, в школе ему прописывают Адерол, препарат для неусидчивых и невнимательных. Мы сдаем анализы, мы смотрим, что мы видим. Т3 в космосе, у ребенка гипертиреоз. Что делать с гипертиреозом? Отдельный ролик, который только делал, называется Алексей Ворон, здоровая щитовидка, раз и навсегда. Поправили щитовидку, подняли уровень Д, сидит нормально, ну как пацан может в школе сидеть. Ну сидит, крутится, вертится, ну окей, хотя бы не сам себя бесит. И Адерол, подобные препараты, когда, понимаете, есть проблема, да, ну вот представьте, у вас в пятке торчит болт, гвоздь, бутылочное стекло какое-то разбитое. Вы сидите, стекаете кровью, и вы жалуетесь, и вас при этом, чтобы вы не жалуетесь, пытаются по морде врезать вам, блин, сковородкой чугунной. Задолбал жаловаться, а тут ребенок, понимаете, с гвоздем, блин, через стопу пробитым. И он, значит, я на чешском уже, я не знаю даже, как обратиться, пани-учиталка, понимаете, значит, на чешском это, господи, или там, учительница, короче, у меня там нога болит. Она ему говорит, не выдумывай, не занимайся херней, а у него гвоздь торчит, понимаете. Вот эта вот история с вашим, неусидчивый и прочее. Посмотреть на щитовидку, посмотреть на уровень витамина D. Можете уже сразу пить, начать D днем. Понимаете? А если, например, самое базовое, простое, может, у него все на месте, все витамины, минералы на месте, что ест он перед походом в школу? Вот это тоже, понимаете, такая штука смешная. Боже, как все болится вчера, шесть, вот сейчас провернулся. Вот рацион, да, запишите на бумажке все, что ест ребенок и пересчитайте просто калорийно. Какое, вот запишите, завтрак, обед, ужин, перекус. Что ест в школе, да? Ну, только не под страхом смерти. Спросите у него, нормально, что он ест. И сосчитайте количество углеводов из этого, из всего. У ребенка должно быть, ну, 25-30% углеводов в рационе, в дневном. Я вам более чем уверен, что если мы сосчитаем с вами и соберем вот эту вот, да, там пропорцию какую-то, в плане количества того, что он и когда ест, скорее всего, у него будет процентов 60-70 углеводов в дневном рационе. И, скорее всего, у него эта неусидчивость, и эта вся история, она спровоцирована инсулиновой резистентностью и эпоксией. Все, что мы сегодня с вами обсуждали, все эти прелести замечательные. Плюс еще постоянно сахара много. Его мышцы сжигают этот сахар, понимаете. Норма сахара для человека это одна чайная ложка в пяти литрах. Если он съел перед походом в школу батончик, или перед тем, когда, или вы сами ему даете там что-нибудь, я не знаю, по там, киндер-шоколад, блин. Или у него завтрак классический там бутерброд или какие-нибудь, ну, помойка, понятно, я думаю, что большая часть из вас все равно уже не берут эти хлопья. Или там нормальный завтрак, который считается у нас там типа домашний, там пожарили яйцо, колбаса и хлеб с медом. Некуда эту динергию девать. Он сидит в школе, его вот колбасит, таращит, потому что у него, или ваш там в четыре года он в школу не ходит, в садик не ходит, если он дерганный и вот такой. Перечитайте количество углеводов. Если их в рационе 60%, уменьшите их до 20, до 30. И гликемия их желательно, чтобы была ниже 30. Изучите все эти советы. И делайте какие-то десерты. Может ли быть избыток калия в крови или на постоянной основе принимать? Нет. 11 лет после общего наркоза туго соображает, плохо запоминает, не может концентрироваться. Кислород, сколько кислорода в крови? Вот сегодня мы с вами обсуждали, как увеличить количество кислорода. Посмотрите видео сначала. Пожалуйста, посмотрите. Там и хлорофил до еды, и омега-3. И в 11 лет каждый день на 30 дней пол столовой ложки жира печени трески я бы давал. Через день я бы давал 4000-D3 витамина. Каждый день хлорофил бы до еды давать. И будет нормально. Какое среднее содержание мегния и магния должно быть в хлорофиле? Стандартный хлорофил не даст вам переконцентрации меди ни при каких обстоятельствах. То есть, если вы будете пить его литрами, то тогда у вас есть шанс отравиться, в принципе, чем угодно. Не парьтесь вообще по этому поводу ни при каких обстоятельствах. Так. Пускаемся вниз. Ребята, ну смотрите, какие вы молодцы. Пожалуйста, пальцем наверх подержите. И подписывайтесь, все те, кто меня смотрит. Потому что здесь мы же вопросы вашего здоровья поднимаем. Каждый день за ваше будущее боремся. Для тех, кто идет ко мне в ПГ-марафон, ребята, в это воскресенье старт. Под видео в YouTube, в Instagram, самый первый пост. Бегом присоединяйтесь на последние свободные оставшиеся места. А все те, кто смотрит меня дальше, самостоятельно работают. У них 4 миллиона, слава богу, человек. Вы смотрите дальше ролик Алексея Ворон. Что такое интервальное голодание в YouTube? Это сейчас у нас просто хит сезона. Все его смотрят. Здравствуйте. Можно ли привести в норму иммунологические бесплодие мужчины? Так. Марта 70. Да. Возраст какой? Вес какой? Напишите прямо сейчас. Возраст, рост, вес и образ жизни. То есть подвижный, многоподвижный. Как максимально повысить гормон роста? Использовать мои все советы из видео биохакинг. Там будет закаливание, там будет баня, там будут тренировки, там будет мясо. Это костяк для повышения СТГ. Алексей, что вы думаете о мумио? Ну, если вам нравится, вы можете использовать. Не выбивает ли масло черного тмина на голодание? Нет, любой жир до 8-10, ну, чтобы быть безопасным, 5-8 грамм, ни при каких обстоятельствах не даст вам негативных моментов. Так. Нарастение аллергия. Вот у меня был рост, господи, ролик о аллергиях. Да, антигистамины вы можете использовать, но вы же не можете их постоянно использовать. Как осложнение иммунной системы, аутоиммунная вот эта вот история. То есть аллергия, это как бы реакция аутоиммунная, слишком агрессивная. И есть видео о аллергиях, как его взять под контроль. Вот, смотрите, у нас тут шеф Хан, я же вам ответил. Вы спрашиваете, как привести в норму мужское здоровье? Я же вам ответил. Вы внимательно, вот вы пишете третий раз одно и то же. Я же вам ответил уже. Рост, вес, возраст, образ жизни. Вы одно и то же продолжаете писать, а потом вы обижаетесь, чего мне отвечают. Здравствуйте, на 17 лет обнаружили вирус Эпштейнбара. Что делать? Вообще ничего не делать. Продолжать укреплять иммунную систему. Я вам сделаю, может быть, завтра отдельно ролик. У меня нет на этот счет отдельного видео. Ничего. Вы, кстати, можете пока посмотреть, пока я не сделал вам видео на этот предмет. Доктор Берг, кажется, делал на этот предмет, который я вам сейчас, уже сегодня вы можете. Эпштейнбар вирус. Сейчас. Господи, сейчас я вам открою. Подождите, покажу, потому что я не могу вас отпустить без советов. Доктор Берг. Я гляну, если у Берга есть. Да, есть! Вот, смотрите. Вот напишите. Эпштейнбар вирус доктор Берг. Посмотрите, я вам пока не сделал еще это видео. У доктора Фунга тоже, скорее всего, есть. У доктора Эгберга тоже есть. Скорее всего, есть еще у ряда специалистов, которые делают ролики, которых я могу смело советовать. Здравствуйте. 35 лет. Сексом занимаюсь в день по 10 раз, не знаю, что делать, в чем проблема. Ну, это психоэмоциональная уже история. Нужно контролировать эту тему и прекратить это делать. 25 раз в месяц это здоровое количество, ну, нормальное количество. И вы имеете в виду, сексом вы занимаетесь, вы мастурбируете по 10 раз в день. Я не думаю, что ваш партнер выдержит такое количество, да, попыток, так сказать, близости. Это не физиологично, не нормальная история. То есть есть обсессивно-компульсивное расстройство на этот счет. Об этом, кстати, рассказывал и Майк Тайсон тоже. Он там мучился с мастурбацией, с переизбытком, как бы, этой всей истории. У него даже есть в одном из подкастов, да, вот он рассказывал на этот предмет. Может быть, обсессивно-компульсивное расстройство на этот предмет. И вот это вот мурожите постоянно. Еще раз, с ОКР работать можно, нужно и обязательно. Я прям очень вам посоветую по поводу Obsessive Compulsive Disorders. Есть Эли Греймон тоже вам сегодня посоветую. Значит, Эли, так, Греймон, сейчас попробую ее найти, вам показать. OCD, OCD. Ага, вот она, вот, смотрите, найдите ее. Вот, Эли Греймон, OCD. И на предмет, который вас беспокоит, вы можете посмотреть ролик. Это очень хорошая девчонка-специалист. У нее большой опыт своего преодоления, своего ОКР. Могу смело вам посоветовать. Так, поехали дальше. Значит, откуда брать дневную норму калия на корневор диете? Из приема его дополнительно. Калий-цитрат в виде порошка вы берете. Еще раз, вы чисто теоретически даже на корневоре не получите его. Почему я так каждый день вам повторяю? Берите калий-цитрат, берите потасиум-цитрат, берите винный камень, берите винный камень. Вам нужен дополнительно калий. Никто из вас, кто не берет хотя бы чайную полную ложку с горкой этого калия во время еды хотя бы 3-4 раза в неделю, не дополучает этого важнейшего электролита, из-за чего у нас и задержка жидкости, из-за чего у нас и нарушение работы клеток и баланса этого электролита. То есть у вас позитивно и негативно заряжены, есть электрический, как бы, заряд электрического тока. Позитивный и негативный. Внутри клетки один, с внешней стороны клетки другой. И работа ваших, скажем, мышц, электропроводимость, она вся завязана на балансе электролитов. Электролиты, то есть электропроводники, и они вам очень нужны, потому что вы, по сути, это одна большая комплексная батарейка. И в каждой клетке есть свой заряд позитивный и негативный, понимаете, какая штука. Вот калий, это один из важнейших электропроводников, который помогает вашему организму работать корректно. Все от сердца до мышц ваших, понимаете, пальцев, которые сокращают. Если я отдаю сигнал, да, повернуться, наклониться, встать, выпрямиться, там еще какие-то, да, то есть все сигналы, которые я могу подать своим мышцам, они все проходят, да, здесь вот, как бы, сознание говорит выполнить функцию. Дальше эта функция должна быть выполнена только благодаря балансу электролитов. Если баланса электролитов нет, то у вас от судорог до нарушения моторики, от тахикардии и нарушения ритма сердечного, которые тоже не лечат корректно, до вот, да, огромного количества других косяков, которые приводят вас по итогу все равно в ступор. Вы просто заканчиваетесь, вы не можете нормально работать, понимаете, какая штука. Это вот, как вот автомобиль, который потребляет 10 литров на 100 километров бензина, а вы каждый день заправляете 5 литров на 100 километров бензина. И вы начали с полного бака, и по итогу, рано или поздно, вы дойдете до этого, значит, нуля, и он у вас заглохнет. И дальше мы начинаем использовать какие-то препараты. Еще раз, слабость и сонливость и отсутствие энергии. Из-за дефицита калия большая часть людей лечат чем угодно, только не приемом калия. Пожалуйста, ребята, пальцем наверх ради вашего здоровья поддержите. Обязательно подписывайтесь, потому что каждый день здесь мы работаем над вашими вопросами. Мы стараемся консультировать непосредственно теми советами, которые я за все эти годы практики в рамках ПГМарафона закрепил с живыми, прекрасными, здоровыми и счастливыми людьми. И очень хочу с вами делиться, ребята, этими знаниями, потому что они действительно помогают. Я не хочу лечить вас лекарствами и фармакологией симптоматически. Болит пятка? Выпьем лекарство от пятки. А причиной изначально является то, что вы каждый день наступаете на гвоздь. Лучше исправить неправильно принятое решение и прекратить наступать на гвоздь, чем пытаться вас лечить от дырки в пятке, которую вы же сами себе делаете каждый день, ребята. Это вот банальное описание того, как большая часть проблем со здоровьем, ребята, создаются. Пожалуйста, инвестируйте, как всегда, в боль дисциплины, ребята. Боль дисциплины или боль сожаления – это единственный инструмент, который дает тебе возможность все советы, которыми я с вами делюсь, практиковать, закреплять в своей ежедневной рутине. Поешьте позже, сделайте шаги, потренируйтесь. И да, ваши дети, коты, собаки, ответственность, работа, дом, стресс, что угодно, от переезда до переучета, ребята, все что угодно, все вы реализуете и не забываете о святых правилах пользования вашим телом. Всем здоровья, чемпионы мои, и до завтра. Спасибо. 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 Спасибо.